Смотрю стоит возле магазина там это в нетрезвом виде с глубокого похмелья в общем но я с ним разговорился он говорит четыре дня пью не могу остановиться ну а потом спрашивает у меня ты верующий я говорю ну да верующий конечно вот говорит я крестился недавно но вот крестился говорит я говорю и что после этого стал пить что ли он говорит ну да четыре дня горит пью жена горит не пускает меня живу на даче я говорю ну давай ты когда это отрезвишься мы с тобой поговорим о крещении ну подожди штуку ты серьезно это как понимать что он не пил и после крещения запил но он это бывало и до крещения конечно он выпивал ну а тут говорит я не могу остановиться четыре дня горит пью ну и что еще то я говорю ли он как тебя крестил он говорит да крестил как обычно ну то есть без погружения крестил естественно крещение у него было как у них неверующий человек практически пошел покрестился никто очень сатана то около весы глумятся они до глумятся ну а мы как говорится способствуем этому принимая таких людей да скажи брат почему так важно креститься человеку важно креститься человеку потому что без этого он не получит доступ в царствие небесное и не войдет в ноя в ковчег которым является наша православная церковь во времена ноя он строил ковчег на котором люди должны были спастись и он всех призывал к этому спасению а сегодняшний ноя в ковчег это наша православная церковь и вход в церковь происходит через крещение отречение от сатаны и от того что человек желает сочетаться с христом отказывается от прошлой жизни то есть войти в церковь без крещения никак не получится то есть если человек верит в то что после его жизни жизнь вечная продолжится и он хотел бы провести эту жизнь как говорится по добавящему образом ему необходимо креститься чтобы наследовать жизнь со крестом так как существует всего два выхода после смерти жизнь со крестом или жизнь в аду в вечных муках до человек без уверования не может и покаяния кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет то есть можно и креститься но без веры но все равно спасение не обретешь то есть крещение должно быть по вере человека но это вопрос что же означает само таинство крещение что она в себе несет таинство крещение но это отказ от прошлой жизни крещение это очищение как вы когда мы погружаемся в воду то вода соприкасаясь с нами очищает нашу плоть а дух святой очищает нашу душу и так и говорится что в крещении прощаются грехи те которые были совершены человеком за всю его прошлую жизнь господь его очищает освобождает от власти греха и очищает его то есть должен в церковь в воде не просто человек покаявшийся уверовавший но еще и очищенный не только телесно но и внутренне духовно то есть душа должна быть чист то есть так как омываются грехи должно быть и омыто тело человеческое а мы физическое тело нельзя иначе как погрузив его полностью в воду значит и самого слова крещение переводит греческого означает погружение тогда почему же многие священники не хотят принять ошибку с на столетней давности когда вместо погружения они обливают или окропляют людей я думаю это они живут сейчас спокойно при таких условиях я так думаю это их задевает что им надо пересмотреть всю свою жизнь и все свои отношения к крещению то есть признать свою ошибку не так то просто оказывается и это вот именно момент он самую точку бьет нужно признаться и без духа святого господь дает покаяние осознание греха как давиду он дал понять когда он согрешил он до того как нафан не пришел к нему и не обличил его он не понимал до конца что он совершил грех такой тяжкий когда нафан обличил он принял это если принимает священник это то он осознает и я думаю что для него не вопрос пересмотреть это жизнь и начать крестить как надо а так я так думаю что они полюбили эту ложь и не хотят с этого места сдвинуться и дух святого им не дает этого разумения даже вот само апостольское правило гласит если кто епископ или священник совершает таинство не в три погружения да будет извержен все они прекрасно знают об этом правиле и почему они так смело переступают через него потому чтобы оправдывать грех бунт то есть это внутренний такой бунт идет и с другой стороны это бунт против тех кто их обличает в этом плане и желание оправдаться вот допустим я с отцом сергием когда беседовал разговаривал у него осталась единственная подпорка для своего оправдания что он крестил так вот не погружая то что были критические обстоятельства но он эти критические обстоятельства понимает по-своему это советская власть это то что там начальство так сказать в лице епископа и благочинных крестила таким образом то есть надо было как бы сохраниться в том чтобы не быть извергнутым из сана чтоб тебя за штат не вывели то есть для него это и есть критические обстоятельства по которым он был вынужден крестить таким образом но это на самом-то деле это не является оправданием потому что это идет против заповеди как святых отцов которые заповедовали крестить нас полное погружение так и против того что говорил апостол павел они же на крещение всегда зачитывают шестую главу послание к римлянам где прямо говорится неужели не знаете что все мы крестившиеся во христа иисуса смертью крестились и так мы погреблись с ним крещением смерть дабы как христос воскрес из мертвых славой отца так и нам ходить в обновленной жизни то есть я разговаривал с благочинными с некоторыми они даже не понимают смысла того что здесь вот написано когда я могу говорю мы погребли с ним крещением смерть и говорю что это погреблись мы каким образом мы же не умерли мы живые но погребаемся через то что погружаемся в воду он говорит тут вообще об этом не написано а какой тут воде о каком погребение тут говорится что в воду погреблись то есть я думаю что покаяние может человека бог открыть ему сердце для покаяния только в том случае если он честно и прямо откажется от перетолковывания святых отцов честно признается что он не прав что он до этого лгал сам себе людям оправдывая вот это вот вот эту практику вот по поводу оправдания не я договорился со многими священниками и практически все они оправдывают свои дела тем что были случаи во всей мировой практике когда крестили с людьми и даже песком и такие виды крещения тоже якобы действенные и признаются церкви и удивляет другое еще что когда мы идем на исповедь все знают что на исповеди нельзя себя оправдывать вот совершил грех значит я грех этот совершил я своровал я не должен себя оправдывать том что я меня кто-то подтолкнул там я конечно должен осознать понять что меня привело к греху но оправдывать себя я в этом не должен когда говорится вот о таким по такому о крещении допустим погружением то тут начинается сплошное оправдание как будто они не понимают что на суде то божьем не будет никакого оправдания и что эти все аргументы они на абсолютно неуважительны и вот здесь вот проявляется покуда они вот себя так ведут оправдывая вот это вот то и нет в них покаяния это как замкнутый круг получается и разорвать его можно только через честное признание свое свои ошибки своим страх перед епископом у них сильнее перед людьми как они люди то людям то скажет знаешь возникает часто вопрос как быть с мире с миллионами людей которые вот за последние допустим век столетия были обмануты и вместо крещение погружением были обриты водой или окроплены а такой способ можно применять только в исключительных случаях но почему-то исключительные случаи обливания взяли за основу ведь есть есть большой риск так как господь сказал что без крещения от воды и духа человек не может унаследовать еще не видит в этом серьезности такой страшно и произносить эти слова конечно дух святой не дает им этого понимания потому что они отверглись этого духа святого через то что они приняли ложь за правду когда ты ложь принимаешь за правду и начинаешь ее оправдывать то нет места для духа святого который приводит человека покаянию осознанию греха вот сергей я тебе зачитаю что ли что сто лет назад это я взял из книги настольная книга священно церковные служители 1913 год молодые священники поступая на приход приучаются приемом и внешним формам богослужения от своих отцов от своих родственников и от других опытных священников они видят что и отцы их и другие по их мнению опытные священники совершают крещение через заболевание быть может даже слышит от своих руководителей убеждения что эта форма крещения легче и безопаснее при таких условиях хотя они и помнят свои еще школьные наставления о погружательном крещении но предпочитая живую по их понятию практику мертвы и сами начинают употреблять ту же форму крещения через заболевание мало-помалу приучаясь к ней до того свыкаются с этой допущенную только по нужде формы что начинают считать ее законную и в свою очередь становится образцом и авторитетом для других молодых священников и таким образом уклонение от законов переходя от отцов к детям и так далее само обратилось как бы в закон но не всегда можно руководиться примерами отцов в таких обрядах и формах богослужения на которые нет прямых канонических постановлений еще извинительно такое руководство но она не простительно там где примеры отцов идут прямо вопреки каноническим постановлениям тем более что народ никогда не только не требует но даже и не высказывает желание крестить детей по католической форме через обливание если бы священники сами не придерживали в народе этого обычая давно бы исчезла и память об нем если же что прочим трудно допустить нашлись бы в народе приверженцы обливательного крещения то стоит только объяснить им тем что это крещение католического польского происхождения и можно смело ручаться что они не станут упорствовать в нем таким образом там где является распространенным совершать крещение через обливание сами священники являются виновными в допущении в своей пастырской практике явного отступления от узаконенного чина том 2 страница 986-988 1913 настольная книга священно церковнослужителя то есть уже сто лет назад эта практика еще не укоренилась но уже она становилась привычной а сегодня она настолько уже укоренилась что что даже и люди по сути дела и не могут понять что какая разница по поводу укоренения я не знаю потому что сейчас вот московская патриархия допустим лице патриарх митрополита алфей вот они сейчас очень можно сказать ильяна выступают за троекратное погружение но они как бы это применяют к новым людям а те миллионы людей даже еще которые сейчас живы которые прошли отрапительные или обливательные практики как с ними то быть почему им не уделяется достойного внимания они боятся слова перекрещивания вернее они применяют не понимают того что вернее даже не хотят понимать понимать может они и понимают что крещение оно бывает правильным и неправильным с формальной точки зрения с юридической то есть ну человек даже не уверовавший крестившись правильным образом правильный обряд все было совершено как надо он это уже не должен второй раз креститься но если крещение совершено неправильно то хоть он и уверовал до крещения хоть не уверовал крещение не считается что было совершено а насчет тех кто не знал и допустим умер ну вот его покрестили так в церкви он пришел веровал всю жизнь ходил в храм молился то исповедовался каялся в грехах это все на усмотрение божие но как только я узнал что как правильно это делать я должен тут же исправить эту ошибку это мое уже здесь личное дело как христианина и как члена церкви православной и не мое только личное дело я должен об этом всем и рассказать то есть я пока не знал я жил спокойно когда я узнал что здесь совершается ложь происходит неправда то я должен тут же исправиться потому что я предстою перед святым богом перед богом который не приемлет никакой лжи а это ложь вкралась в само таинство через вот это вот понимание такое вот что можно покрестить и одной каплей при наличии океана воды в сибири допустим у нас это да и в россии где бы воды не было я бы удивился еще патриарх алексий начало это потом сегодня продолжает нынешний патриарх и все московские патриархи уже начала твердить о том что крещение должно проводиться полным погружением а в уста и ныне там вот воронеже к примеру у нас я не нашел где можно покреститься на погружение почему только почему идет обеспеченность вот почему такая обеспеченность идет это трудно понять ведь люди такое впечатление что собираются жизнь здесь на земле и не собирается умирать и не представать на суд божий как будто здесь вся жизнь заключена здесь вот в этих рамках земного так сказать нашей земной нашей жизни я сам не понимаю до конца почему так происходит митрополит иларион наконец что касается крещения в три погружения оно не просто рекомендуется оно введено в нашей церкви как норма это введено как норма в нашей церкви и конечно на практике пока еще бывает отступление от этой нормы но мы во всех соборных документах говорим о том что крещение должно быть именно в три погружения не просто окропление или обливание беседа с дугиным 1 апреля 2013 года то есть еще бывают не еще бывают они в девяносто может и больше процентах случаев сейчас идет обливательное крещение еще бывают якобы там остались где-то по местам некоторые вот а это же повсеместно это вот еще бывает отступление от этой нормы оно как бы как рекомендации если бы я думаю он бы написал написал что категорически нельзя крестить да а он это пишет и он как бы обтекаемо все это говорит вот так вот нет такой вот четкости в Москве вот к примеру сейчас возьмем приблизительно я точно не знаю сколько храмов но приблизительно 300 храмов вот на каждый приход вот если мы возьмем истинно верующих получается пять человек то есть если в Москве сегодня 15 миллионов человек вот получается около полутора тысяч получится христиан истинно верующих вот для чего строить еще 200 храмов если эти полторы тысячи можно разместить в двух-трех свободах да я понял так что храмы строятся в надежде на то что люди будут приходить в храм уверуют и станут это православными христианами то есть это своеобразная такая проповедь православия на руси и поэтому чем больше храмов тем значит больше шансов прийти человеку к вере просто и как сказать без изысков всяких такое миссионерство своеобразное то есть оно родилось у нас в россию таким каким-то странным образом оно пришло на ум патриарху кириллу и вот он решил что храмы должны быть повсеместно и чтобы человеку было легко до него дойти он как будто не читал и не слышал слова апостола павла который говорит не знаете ли что тела ваши суть храм живущего вас святого духа которого имеете вы от бога и вы не свои и еще разве не знаете что вы храм божий и дух божий живет у вас вот у меня такое впечатление что наше священство священ начале в данном случае забыла напрочь об этом что если до прихода христа храм был один это в иерусалиме и там прославлялось имя божие и слава божия сходила на этот храм и освещала его то сегодняшняя слава божия дух святой сходит на живой храм и живой храм это человек и не храмы и здания сегодня важнее а именно чтобы было храмом человек чтобы в нем жил дух святой об этом как будто все напрочь забыто и миссионерство должно быть обращено именно к живому человеку и живое слово должно доходить до его сердца до ума входите и он должен принимать это ну а это просто попытка такая вот жалкая подобие такой настоящего настоящей проповеди о воскресении Христа то есть мы не будем выходить и ходить далеко мы же не сектанты как говорит патриарх Кирилл выходить по домам по улицам мы будем находиться построим храм и будем ждать когда кто придет и того мы будем обращать веру на самом деле даже и в этом случае человек приходя в храм он там же ничего не понимает это беда не только сегодняшнего дня это беда на протяжении всей истории нашей Руси России всегда вот этот вопрос стоял с просвещением на Руси мы же всегда были отсталы в этом отношении ну а что история говорит о том допустим оберпрокурор Священного Синода Победоносцев я читал что он говорил что достаточно для народа ну я точные слова не помню детской веры то есть и не он говорил как раз про перевод Священного Писания на русский язык и о просвещении достаточно для того что есть то есть не обязательно там это им знать больше люди и почему-то всегда на Руси боялись просвещения народа допустим вот я знаю хотя бы некоторых священников которые много-много лет прослужили в храмах которые осознают осознавали что делают не то что надо но при этом они изо всей силы старались не потерять сам а если ты свободен то ты не боишься этого если ты действительно имеешь страх Божий и хочешь предстать перед святым Богом не лжецом то чего же тебе там бояться то сохранить отца даже ссылаясь на детей или еще на кого-то там которых ты должен там содержать но будешь работать грузчиком дворником если ты не имеешь какой-то специальности но ты совесть твоя не будет тебя обличать потому что ты не совершил греха а так ты проживешь всю жизнь и потом тебе будут обличать и говорить что вот как ты жил крестил неправильно а ты будешь сопротивляться этой совести бунтовать и будешь всячески оправдывать свои поступки и наконец предстанешь перед Богом абсолютно лжецом обманщиком я вчера разговаривал с человеком подъехал еду разговариваю он всю жизнь в церковь ходит но не всю жизнь но очень много времени я говорю так и так куда крещение разошел разговор он говорит да это неважно я говорю как неважно мы должны пройти целиком крещение целиком омыть грехи свои вот троекратное погружение и смысл это в том что крещение у нас же видишь все крещение видят приравненно к кресту они не видят что в этом слове явно сказано погружение погружение и вот я с ним разговариваю он начинает ссылаться вот батюшка говорит же там на дедахе я говорю ты сам открывал дедахи читал и перечитая ему что написано в дедахе я говорю во первых а во вторых эта книга не каноническая вот с этого надо начинать начинать а то что там придумают песковом там еще чем-то крестили я говорю ну это такая глупость ты прочитай сам там дионисия этого крестили и он чуть там не помер монахи тащили его в монастырь и тут же перекрестили обратно обратно же перекрестили уже водой вот в чем важность вот послушай вот христос допустим омыл наши грехи кровью своей он же он бы мог взять и сказать да давайте мне ноги только переломайте да и на этом остановимся но он же принял смерть вот и этой смертью омыл наши грехи и почему же почему же мы допускаем вот это вот частичное какое-то почему мы отвергаем вот это погружение почему человек не понимает почему не доходит что это есть омовение ну прототип можно сказать омовение как христос омывает нашу душу кровью то есть целиком омывает все грехи снимаются с нашей души после крещения так и тело наше все должно целиком быть омыто водой почему даже вот в крещении да в крещении когда господне крещение зима а люди идут и у них желание окунуться омыться вот это про потому что это все таки мне кажется душевная тоска по крещению где-то вот это нарушено и все это вот люди как бы внутренне тоскуя не понимаешь что 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 с ними происходит это же вот большин основная масса это идет серьезным подходом к этому хотя православию вот это омовение пруды никакого отношения честно говоря не имеет и должны все признать это должны ну абсолютно и священство все признать я понимаю что тяжело иногда принимать такие вещи квазратно что да неверно крестили то есть почему вот баптисты все называют нас моченными по сути так оно и есть даже вот смотри ролик стоит в этом вернее фотография патриарх наш Кирилл дай бог ему здравия крестит как неловко ребенка во первых держит как его ребенок одеты там все вот сзади такие обрадованные да плакать надо что неправильно крещены там папа такой с глазами блестящими ты же потом все равно поймешь что это неправильно что это нарушение сорок девятого и пятидесятого апостольского правила а священники вы прямые преемники апостолов вы должны идти вот след в след след следочек в следочек вот почему вот ребенок учится в школе да да любой предмет возьми математику вот он начинает учиться и выкинь одну четверть и начни учить его дальше через четверть но уже следующая программа он же ничего дальше не поймет он даже развиваться не будет все на этом его окончилось а если ему постепенно 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 что одно к одному как пазл складывается у человека понятие интерес другой есть он понимает суть крещения у тебя церковные таинства что они для тебя значат символ веры я считаю для православного как конституция а остальные таинства но я нахожусь в православии я воспринимаю это но это как как закон вот вот все все возьмем от крещения до отпевания там ну заканчивая земной путь это все как бы все через господа все присутствие господа во свидетельство господа тут тут одним как бы одним словом это не ну как не об условиях но я вот я попробую простить вот ты веришь в то что крещение это дверь ведущая в господню обитель то есть не погрузившись ты не войдешь этой дверью да 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 ну вот это самое это самое главное и я вот думаю священники которые вот противятся этому они просто и такой веры не имеют знаешь я даже как бы вот сталкивался со многим вот как когда вот про это узнал что вот истинное крещение это вот таково и вот просто если я буду рассказывать оно получится как бы фантазия но я вас не даже завидел что что неправильно я крещен у меня переживания у меня вот вот до того такое постоянно знаешь вот дискомфорт какой-то когда я вот вижу когда разговариваю с людьми да я людям говорю что надо именно вот так крестить через троекратное погружение на первый раз я увидел картину да вот крещение не икону а именно картину я увидел где Иоанн Притечий и Иисус Христос я еще задался а почему почему в Иордане почему в реке а вот почему мы всегда говорим следовать путям Христовым а вот тут уже не следуем ну естественно там я то крестился в тридцать лет восемьдесят девятом году и крестился в девяностом как раз и это был конец февраля начало марта а в Сибири там еще не жарко в принципе холодно и там церковь была переделана со старой столовой и вот только вот она год как она была когда вот вроде начиналось но у меня уже тогда вот это все закралось вот закралась мысль что неправильно а я подошел к священнику и спросил говорю а вот я вот такое как бы у меня предчувствие было и он меня тогда просто убедил да не важно это важно вот что принял помазание дара Духа Святого вот это важно а суть крещения не важно но все равно этот вопрос у меня не выходил я постоянно постоянно искал его как не поговорю с кем и вот такое качение главное вот из духовенства простые люди как-то не рассуждали опять такое качение правильно неправильно правильно и потом я наткнулся что неправильно что крещение а как он так разделяет я не понимаю то есть погружение это не важно а миропомазание это важно как где тут разделение это в этом я не понимаю ну я тоже задавался вопросом он говорит ну что вы лезете вот куда вам не надо вот что священник сделал вот считайте что все вы крещены все я говорю ну как если в корне неверно у меня аж душа то переживает я же не мертвый пока я еще живой если бы я на адреле лежал там предсмертным меня пришли бы вот так вот покрестили ну и слава тебе господи хоть так бы покрестили а тут я хожу и переживаю я чувствую что что-то неправильно вот что-то где-то упущено а упущено то ясно вот что ты правильно говоришь это и это есть как дверь царство небесное только оно не может быть как отдельно вот в совокупности все должно быть и наши изменения и наше отношение к окружающему размеру после крещения и именно что проснуться утром и сказать я христианин вот с этой мысль помолился и пошел дальше весь день ты идешь ты знаешь ты крещен ну видишь вот сейчас основная масса русских людей да они вот даже как бы гордятся тем что они были крещены и вот у них спрашиваешь ты верующий человек ну конечно я был крещен понимаешь то есть крещение даже человеком не сведущим мало знающим православие крещение преподносит человек его как основным понимаешь я крещеный и он живет этим вот то есть то есть опять же человек осознает что православие начинается с крещения вот крещение но вопрос но с какого крещения есть истинное крещение правильное которое заповедовали нам святые отцы и соборы и есть 100 лет не нарушение которое на протяжении вот уже более чем 100 лет нарушает нарушается просто небольшое попустительство произошло и оно развилось уже до таких пор что уже это стало нормой что то что таким способом обливательным можно было крестить предсмертно больных людей стали крестить и здоровых младенцев а потому что всех уже больными сделали всем больными все больными сделали павел же говорит было у каримфина видел как они недостойно причащаются затем болеют и умирают а мы то болеем не то чтобы мы духовно болеем всем вот чем болезнь зарождается духовно и человек начинает мне кажется искать легкого православия вот легонького чтобы такое было удобненькое православие а православие по сути оно но оно не может быть легким ты проснулся ночью помолись встал рано утром помолись это же все вместе вот не может быть как-то православие что-то разделено правильно ты сказал а почему помазание духа святаго правильно а вот крещение обливание это уже как бы не рассматривается не важно 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 все вместе а потому что мне кажется пошло еще от лени потому что все таки гораздо проще да вот канди поставили купили водички чуть налили раз и все а так надо баптистерии строить и крещение вот люди приходили остальные бы это видели с ассоциальными глазами открыто было бы все это праздник такой великий вот люди пришли сегодня креститься там бы и семьи может приходить но естественно они должны быть подготовлены то что пришел я вот окрестил сейчас меня трое кратно погружили я все христианин ты душевно должен подготовить христианин ты должен помнить что не как ты живешь а зачем ты живешь зачем ты в этот мир пришел чтобы твоя жизнь была маленькая проповедь для кого-то каждый для кого-то учитель его ученики это как с крещением ничего нельзя уже по большому счету поменять всю церковь не перестроишь никогда в каком возрасте крестили тебя ну в грудном еще грудничок был то есть то есть ты не помнишь а люди которые крестили там крестные они живы вот была последняя крестная то есть вот крестная одна из последних кто мог знать умрела вот она несколько месяцев назад а вопрос у меня об этом возник уже еще она жива была я у нее спрашивал вот но она не помнит ничего как было дело не знает вообще она и не церковный человек как обычно назначали там крест и поэтому она не знала между прочим я со многими людьми разговариваю на эту тему я спрашиваю вы помните или остались люди которые ну присутствовали при таинстве при этом и все у всех однозначного ответа нет вот а еще в свое время святитель лука воина ясенецкий да и 84 апостольское правило 6 вселенского собора говорит что если нет свидетелей у человека и как говорится человек не уверен то он обязательно должен креститься святитель лука воина ясенецкий и настаивал буквально на том чтобы перекрещивать можно так сказать потому что в те времена людей просто десятками крестили таким методом окропление венечком вот с этим сложно вообще разобраться человеку когда вот первый раз возник вопрос о том что есть правило по крещению и сразу же я допустим подумал о себе как я крещен вот когда выяснилось что там я неизвестно как крещен здесь вот возник вопрос что человек отвечать будет за совесть свою перед богом то есть по сути суть через совесть творится и пока человек не знает то бог его судит его по его совести как человек устремлен куда он направлен к познанию он ищет ответы вот а если человек допустим не хочет ленится ходит иногда в церковь но никаких усилий серьезных не принимает на пути веры то этот человек уже даже за то что он неправильно как-то был крещен например и сам еще не ищет он уже виноват перед богом в этом и вот уже как только я разобрался с этим вопросом я понял что должен быть человек по канонам крещен канон это вещь основополагающая в нашей церкви значит все я должен принять решение и креститься вот уже если я после того как я узнал что так неправильно я был крещен например то я уже должен был креститься но у меня опять было оправдание такое как бы для рассуждения моего ну а вдруг ты крещен по правилам с полным погружением вот ну для себя я так решил что так как я не знаю тем более у нас есть вот это правило о котором ты упомянул 84-го шестого собора вот то для меня лучше это сделать это таинство его совершить с тем чтобы быть спокойным в этом отношении вот и нисколько не сомневаясь приступить к этому крещению вот такими рассуждениями такой логикой суждений я пришел к решению скреститься то есть господь уходя сказал что я оставлю вам пришлю вам духа который на наставит научит вас во всех делах и люди которые знают бога они имеют духа святого который наставляет их и научает через их совесть и если у меня тоже такое появилось десять лет назад такое ощущение я не понимал еще десять лет назад я не понимал откуда это ощущение вот когда я для меня христос открылся в своей полноте вот у меня сразу у меня сразу возник вопрос такой понимаешь а у меня не было общения ни со священниками ни с людьми с людьми просвещенными я сразу к матушке я говорю меня крестили как она говорит я не знаю как я то не присутствовал там вот а крестные мои крестные то уже нету в живых а крестный такой больной человек там он уже и не помнит ничего видишь и спросить не у кого у меня душа метаться стала она в таких знаешь ну терзаниях просто находится по сей день что я не крещеный я не крещеный я говорю своему духовнику там другим священникам я не крещеный они мне откуда с чего ты взял говорят тебе он если говорит мама тебе говорит там допустим что крещеный то и верь ей что крещеный ну как я как я могу вот здесь как раз и срабатывает вот это апостольское правило что тогда немало не сомневаться и идти креститься если если моя совесть моя совесть мне сама подсказывает и я не могу я не могу противиться совести своей как так как правильно сказано что совесть это тот источник через который мы слышим голос божий тринадцатого года требник священнослужители и там еще в нем написано что как начинают ну по местам работать вот эти практики обливательно следуя католическим примером начали мочить людей обмачивать вот и видишь как лукавство то оно работает каким образом оно постепенно всегда ступень за ступенью ходит и спустя сто лет уже оно настолько вошло в умы людей что уже это и стерлось что какое то погружение об этом и слыхом не слыхивал никто вот и знать не знают а раньше то сто пять лет назад еще к примеру да и даже сто лет назад открестили людей полным троекратным погружением как как вот ты думаешь почему священники протестуют против ну не будем говорить перекрещивания вот людей которые были опреплены или обмощены погружать не хотят их почему они не хотят погружать я не знаю мне когда я об этом думаю мне как то страшно становится той мысли которая приходит в этом случае потому что мне кажется что нет понимания вот почему надо именно крестить по канонам оно в первую очередь вызвано тем что есть неуважение вот к жизни по какому-то правилу греховность человека она всегда выводит на своеволе вот и начинают люди чтобы вот это ему своеволе угодить попирать церковные правила и всегда подводят основу какую-то убедительную хорошую вот особенно там к свободе вы призваны братья такой хороший так сказать такие слова хорошие апостольские есть вот они переворачиваются к свободе именно вот в самоугождение а не в свободе которая в рамках человека держит церковных правил и вот постепенно вот такая масса людей она церковь мне кажется уже все заполонила и для меня вот это было на самом неприятном открытием в последние годы что в церкви оказывается священники они в основной массе своей не почитают каноны они не хотят им следовать и когда я думаю почему мне страшно становится они думают Бога верит или нет потому что если она у нас святая соборная апостольская церковь то как мы правила апостолов почему мы их отменили заменили какими-то своими рассуждениями на то что там Бог любовь что Бог он все там делает и тут не надо никаких особых соблюдать правил вот и я стал думать вот как раз именно о том что почему и когда ладно допустим они не знают этого я сначала думал что просто человек не знает если с ним поговорить священников или даже любой человек прихожанин то человек во первых либо сразу поймет либо как минимум его это должно заинтересовать и он начнет копаться искать вот а получается что основная масса основная масса отвергает сразу все что непривычно их сознание вторая часть людей она немножко копается ищет но как правило выбирает опять то что ближе уже устоявшимся понятием о церковных правилах и установках которые в церкви есть вот и ну так было я потом начал думать и когда разговаривал с людьми думаю когда и аргументы приводишь и каноны и высказывание святых отцов по этому поводу я вижу что все равно человек хочет оставить все как есть не менять ничего и я вот думаю почему так происходит вот ты сейчас сказал про духа святого я поэтому думаю так что почему думаю вот одному господь открывает вот понимание того что как вот нужно делать а другому не открывает ну здесь можно предположить ну кто сказал что тебе открыто а им закрыто ну не знаю я так считаю потому что ты я же живу как я считаю поэтому кто не согласен он как бы пусть при своем мнении остается но у меня возникла мысль что почему одним открывается другим нет почему мне что-то не открывалось а что-то открывается я вот думал так что по мере того как я лукаво жил вот по моему лукавству или по моей той чистоте которая была относительной да вот мне бог в свое время столько и давал и потом я вижу чем я открытие и честнее начинаю жить и ориентиром и аргументом главным в своей жизни перед тобой ставлю бога и на него ориентируюсь я вижу что ко мне понимание приходит легче оно как то я не знаю когда вот я слышу какие то вещи мне быстро все понятно становится по другому не так как раньше поэтому я все таки дерзну думать что дух святой он где то рядом со мной открывает мне я сейчас все больше для меня понятно почему царство божие оно в него ведет узкий путь и тесные врата в него я как то думал что ну да тогда раньше что мало людей в царство божие попадает ну как то понимаешь мало ну мало но в общем все таки достаточно много вот а только сейчас для меня доходят вот эти слова о тесных вратах что туда вообще протиснуться надо там может быть поскольку человек в год заходит или не заходит поэтому надо быть я думаю искренним и в отношениях с богом вот а как только ты искренним то господь там все разумение он как бы подает нам для человека пока он в этой грешной плоти живет плоти то никуда мы все ограничены тело оно нам дает свои пределы и каноны не данную человеку для того чтобы человек всегда знал границы мне понравилось вот я читал сейчас вот дочитываю книгу вот этим игнатий тиховича открытым оком там она книга этот том так или нет называется там про воспитание детей вот шла речь мне мысль какая я на нее обратил внимание и подумал что на самом деле как это правильно он там говорит о том что ребенок неадекватно себя ведет как правило не понимая где ему граница дозволенного любой человек и в данном случае ребенок о ребенке шла речь если ему отец или мать четко определяет границы возможного вот здесь до этого ты можешь ходить дальше не ходи то есть ставят какие-то понятные для него пределы возможного ребенок начинает себя спокойнее вести в этом случае он понимает здесь он спокойно он действует а туда ему нельзя а когда он знает что его ругают но не знает границы за что его ругать с какого начинают место он всегда нервный этот ребенок беспокойный и соответственно нарушает часто порядок установленной родителями вот так и каноны они нужны именно для того чтобы человек спокойно жил пока вот сам человек вот не захочет чистой жизни вот никто к нему не достучиться никогда никто какими там только самыми легкими словами каким убедительными людьми это не будет произнесено если человек не захочет чистоты сам ничего он не поймет ничего люди же тоже пытаются понять мотив почему например я хочу креститься и все вспоминают этот догмат единокрещение во оставлении грехов интересно вот святые отцы как составляют этот догмат они же наряду с прочим они говорят верую во единокрещение в принципе ну достаточно же было бы сказать верую во единокрещение это для тех кто как раз боится что вдруг он второй раз покрестится но тут ничего ведь лишнего то нет а святые отцы еще добавили во оставление грехов специальный акцент поставили такой чтобы именно что не само ведь страшно сколько там на тебя воды тогда попадет лишний раз если ты погрузишься то вот это самое страшное наверное они думают кто-то считает что для бога да нет как раз вот здесь мне кажется когда я думал об этом вот этот акцент он показывает что люди должны вот на это на вторую часть обрастить особое внимание что крещение оно именно опасно для тех кто думает что он может быть второй раз получит прощение грехов вот раз именно так вот поэтому не страшно что вас окунут страшно чтобы у вас не было мотива такого те кто перекрещивается не хотели бы а вдруг еще раз мне все грехи простятся вот это действительно страх и прещение которые дают правила церковные они как раз вот к этому мотиву относятся к тем людям которые хотят как-то корыстно получить что-то от этого крещения разговариваю часто со священниками если с новыми с ними знакомлюсь первым делом спрашивают о приходе какой приход и ну если близко так знакомлюсь я вот спрашиваю а сколько человек бы могли назвать таких просвещенных ну более-менее посвященных в право православие которые могут отвечать на вопрос который можно сказать по-мирски в теме находится вот и по статистике как правило на сто человек один получает ну максимум трое человек получается то есть если приход 300 человек пять человек максимум там бывает понимаешь как и вот мы подняли подняли такой вопрос по поводу вот этого проекта 200 храмов вот смотри если берем по большому счету вот приход 200-300 человек пусть пять человек на приход адекватных людей просвещенных вот получается в москве около 300 храмов получается около полутора тысяч человек людей просвещенных понимаешь этих людей можно всех разместить двух-трех соборах куда вы еще 200 храмов строите 500 500 храмов это для чего для кого вы это строите когда спроси у любого священника и он тебе однозначно ответит что 90 процентов в его храме люди абсолютно можно сказать неверующие имеющие так относительный подход к православию и православие они расценивают какой-то магизм вот это это же не скрывает посмотреть дмитрий смирнов во все услышания об этом говорит что у вас тут стоит толпа среди вас один двое тут трое максимум верующих вот как ты думаешь для чего они вот это устраивают только для сбора денег большего количества это как вот сети сетевой метод вот допустим хочешь ты завладеть рынком надо в каждое место поставить свою точку я предприниматель я поэтому знаю что надо так действовать то есть поставить на ходовых местах точки допустим по продаже чего-то и потом если ты ставишь на ходовых местах точки что бы ты не продавал у тебя все будет продаваться на этом месте вот и как раз вот это сетевой метод он и к этому тоже относится чем больше точек тем больше возможностей что самый ленивый он туда ногой наступит а если так то что-то принесет потому что если бы хотели настоящие веры в священно начале то они бы именно устраивали жизнь церковную по канонам по нашим тогда бы даже еще больше людей появлялось но не те которые в массе идут а именно вот верных людей которые по-настоящему за христом готовы идти дело в том что если последовать такому методу секты начнут распадаться люди из сект пойдут в православные храмы да а сейчас мы как эти ну как как магазин есть магазин вот службы идут люди со свечами ходят туда-сюда сами перемещаются прихожане без всякой нужды по храму во время службы но это же никакого благоговения нет поэтому ну как здесь мы сами выказываем неуважение к богу к месту к тому где мы находимся богу молимся через неуважение к месту мы проявляем свое неуважение тому кто в этом кому мы молимся в этом месте то есть а если священник начнет обличать их и как говорится научать они поразбегутся да и не придут на следующий раз ну да да так и будет но здесь же вот все так и устроилось почему десятина ушла потому что чтобы десятина ее было достаточно для существования церкви то должны быть добросовестные священники которые сами хотят жить по правилам церковным и веру должны знать тогда они смогут то есть сам должен быть горящий человек тогда он только остальных зажигать будет вот а так как это сложно то естественно вот есть таким через грех опять в церковь вошло вот это торговля она зашла потому что когда торговля то уже таланта твоего как проповедника как чистого жизни уже не надо вам самое главное чтобы ты умел в нужное место поставить ящик для сбора из денег мощи привез чтобы был приход людей кто-то пришел поклоняться этим мощам ну и все такое что связано в общем то с тем чтобы народ лишь бы пришел неважно каким настроем он сам этот человек нацелен ли он на жертву богу или ему только от бога пожертвования нужно получить какие-то но знаешь я сегодня вот наткнулся на одном форуме я просто меня ошеломил человек человек можно сказать неверующий но человек умный видно то есть он просмотрел там ролики с митрополитом Иларионом Алфеевым вот и он задает такие вопросы а в православной церкви есть священники которые не лицемерят а поэтому вот и мы сетуем на то что мол какие-то верующие не такие ну а как если мы заявляем что мы за Христом идем идеалы христианские мы провозглашаем а те кто на нас со стороны смотрят и видят что полное несоответствие того о чем мы заявляем и тем что себя представляем ну естественно скажут ну жулики и поэтому как то вот такая я вот несколько лет назад еще когда видел что происходит вот вокруг меня когда то что касается правил люди начинают обвинять меня в фарисествии вот я никак не мог понять думаю что ж такое гладил священники сами проповедуют все время сам вон что вот фарисеевы фарисеевы смотрите в сердце ну понятно в сердце надо смотреть ну надо сначала людей научить элементарному внешнему порядку а потом никто не отменяет или параллельно это можно делать но никак нельзя вот так пренебрежительно относиться к внешней стороне церковной жизни и вот сейчас так интересно вот если ты значит приводишь цитату из священописания то ты как сектант а если ты хочешь жить чтобы правила церковные соблюдать с канонами то ты фарисей получается в нашей церкви кому же место то сейчас оказывается каноны на которых церковь стоит священописание оно где их начинаешь применять оно все время получается так что оно как будто ты не православный человек либо фарисей ну либо сектант я не знаю брат я наверное правда счастливый человек я же не хожу никуда они сами ходят ко мне в плечи я не вижу я не вижу всего этого бардака ты знаешь я счастлив я не знаю как бы я вот там находился но вот прямая импульсивность и такой а здоровый это я был еще более такой как говорится вот а я я не знаю ну подожди ну как же ну как же у меня в голове не умещается но Христос же сказал исследуйте писание ибо они свидетельствуют о мне и через них вы хотите иметь жизнь вечную мы хотим унаследовать вечную жизнь со Христом для этого нам нужно исследовать писание то есть ветхие новые заветные это опровергнуть нельзя но обмануть можно дьявол обманывает вот здесь еще мы забыли с тобой на пути к крещению и вот к верности Христу стоит этап рождения свыше вот этот момент Сергей вопрос то в том что людям почему это не открывается потому что они оставляют место для отступления слишком много себе вот на пути к Богу вот написано слове так а я вот лучше на духовника положусь ну нигде же этого не написано и человек разве он этого не знает знает ну как то он сам себя обманывает не он дьявол подкидывает такие мыслишки и вот это все таки вот причина еще в том что где оно рождение свыше в людях вот оно если оно есть тогда уже дальше человек ему что то будет открываться дальше а если как ты говоришь вот одни ритуалы там нужны какой-то магизм вот там тогда дьяволу место очень много оставляется для того чтобы получать от него советы и действовать по его советам и не слышать то что тебе говорит что-то другой кто не так к этому относится да я ты знаешь там неожиданно так получилось это вообще все было действительно они крестили отнеслись ко мне как братом и я приехал в дохиар да это на афонский монастырь где икона скоропослушница вот написано там игумен григорий довольно известный вот они поговорили со мной но я им уже предварительно отправлял письмо да где объяснил всю свою ситуацию что было кроплено много лет назад вот и мне позвонили из нескольких монастырей на афоне но вот на афоне сказали конкретно когда приезжать после пасхи где-то ждал в конце января написал и после пасхи крестился то все приехал они еще раз она поговорили с мингригорий поговорил сказал что ограбления они это не принимают сказал допсубота будем ещё цик тоже узнал как что то есть там он признаем окропления понюни признаем окропления ответ был такой мы не признаем окропления в субботу будем себя крестить и вот потом было оглашение в храме там было наверху в монастыре потом шли с спением псалмов к морю но отец григорий у него тяжело ему ходить то есть все это процессе довольно так долго мы шли все время пели и пришли к морю там ну все таинство совершал уже другой криш священник отец григорий игумен ну все время как бы вот он пел псалмы вот и к тени все читал то есть происходит происходит такая радость как на небесах опокаявшимся грешники до необыкновенно все было просто необыкновенно это такое воодушевление и далее далее они еще идет парень со мной там рядом такой мирянин тоже я так сперва подумал наверно тоже будет креститься ну как то я так не такая мысль говорит я уже когда пришли уже на причал к морю говорю ты тоже будешь креститься он говорит нет нет я говорю говорит я буду крестить тебя оказался мой крестный это ними и крестного пищев там нашли до но грека до который там помогал мне там все перевести димитриус господи помилую и вот он так все меня там опекал как вот у них крестный отец это на нос на нос да по-гречески но как няня вот точно один в один был ну и вот и маслом меня справа помазали потом было погружение троекратное в море и потом потом помазали меня миром все потом одели в новую эту одежду сверху надели белую рубаху крещальную и сказали но все вот весь день сегодня так ходи и отправили меня в церковь там как раз мне храм 40 40 мучеников и одну как тоже среди 40 мучеников севастийских ну вот я пошел в этом там была трапеза на трапезе и игумен григорий григорий говорю много слов но все это было то есть они он так сказал что не 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 они мне радость принесли что вот они это сделать для меня и покрестили он говорит спасибо тебе ты нам радость принес то есть это вот это все отношения их любовь про деньги вообще речь не намеку ничего не было да то есть вообще об этом речи не шла то есть вот эту братскую любовь их это отношение и он говорит еще и ты нам радость принес все это было необыкновенно то есть ну по-настоящему Самое важное, что я почувствовал и внутри себя. Я внутри почувствовал себя изменением. А вот скажи, допустим, по поводу того крещения, которое у нас сейчас происходит повсеместно, можно сказать, в православной церкви. — У них какое вообще, что они говорят об обливательном, о кропительном крещении? Какие-то у них есть свои, можно сказать, высказывания или мнения какие-то? — У греков они категорически не принимают любого крещения, кроме троекратного погружения. Но в исключительных случаях, в случае смертельной опасности, может быть, обливания или кропления. Но они следуют этим Константинопольскому собору 1756 года, на котором три патриарха. Это патриарх Константинопольский, Иерусалимский и, мне кажется, Александрийский. — То есть твердо придерживаются канонических правил? — Да, там без вопросов, да, без вопросов. Ну, там Никодим Святогорец на эту тему же, он очень много работал, да, и там есть богословское обоснование и каноническое обоснование троекратного погружения. У Григория Нискова, вот у него, в его большом огласительном слове, у него есть какой смысл троекратного погружения. Прямо так и называется. Какой смысл троекратного погружения? Глава у него. И там, во-первых, он говорит, что погружение — это таинство. Вот так у нас священника спрашиваешь, крещение это таинство или обряд? Ну, там все без опинки отвечают, крещение это таинство. А погружение это таинство или обряд? Вот внутри крещения, погружение, таинство или обряд? И тут уже начинаются такие, уже, ну, как-то сказать, что это обряд, вроде бы, ну, так сразу и не скажешь, да. но и таинство тоже не могу сказать потому что надо признать что надо всех погружать а у григория низкого он объясняет что погружение само это вот часть крещения это это таинство да и ну грязь погребение со христом и воскресение с ним когда но это его после павла вот все у них это вот все вниз я даже не знаю как это популяризировать или там как-то в современной батюшки об этом не пишут это сам григорий низкий юан златоост они все кажется какие-то святые отцы то ну что там почти 2000 лет назад было до окажется а у них все все это описано полностью там все понятно что только и так нам надо поступать если мы если мы хотим идти путем христа мы должны быть он дал нам образ и мы должны исследовать этим путем во всем и григорий низкий об этом тоже пишет ну и ты знаешь там еще так складывалось вот на фоне и там я встретил там такого одного швед православный православный свет очень такой хороший христианин хороший человек и он такой мы с ним разговорились я ему вот рассказала в краса свою историю говорит такой говорит я понял почему я здесь еще остался на один день я здесь остался чтобы поддержать тебя потому что у меня говорит было то же самое как лети ранен он он уже там как там не крестит он говорит у него был этот выбор креститься ему погружением или не креститься и он тогда сделал этот выбор и говорит я в себе почувствовал это изменение говорит я понял почему сейчас сейчас здесь и что поддержать себя в твоем решении ну и да у меня до последнего момента вот это было ощущение там как же все ошибаются может не понимаю но сейчас все это прошло как бы да то есть само крещение как бы да ну как-то ну внутри что-то открылось по-другому стал взгляд на вещи но лукавый трепет до конца до конца то есть вот еще там день перед крещением вот он непрестанно посылал на эти помыслы там ты подумай еще но не можешь все ошибаться там да там вся русская православная церковь у меня вроде бы ну куда думать ну собора отцы все все сказали ну так вот подумаешь и логически рассудишь и по сердцу все понятно нужно 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 креститься погружением и пройти через это таинство как вы сказал вход в церковь дверь в церкви а он и сыпет и сыпи до свои стрелы там да и из какие-то свои сомнения господь все внутри выжигает все что там были дьявольские какие-то его как бы дворцы которые мы себе внутри создали в сердце но все это выжигает и и после крещения вот как греки они подходили это вообще удивительно то есть они брали мою руку я просто не не понимал что целовали руку просили молитв как у святого человека ну ты после крещения ты без греха и просили очень молиться ну и и дерзновенные молился в этот день больше там старался ничем и не заниматься всех близких вас всех и то есть не стоит мне кажется вот как бы что крещение но что ничего не изменится в моей жизни изменится